В мире увеличилось число голодающих, их более чем 800 миллионов. Количество умирающих от голода выросло в шесть раз. Ученые говорят, что причина это изменение климата и постоянные конфликты, и мир будет голодать, если так будет продолжаться. То есть сейчас мы в основном поджариваемся снизу пожарами, заливаемся дождями, вирусы нас съедают, а вот говорят, что это еще ничего, что возможен голод большой. И в горе, я знаю, в принципе, только голод подвигал людей. И даже никакие, там явно были стихийные бедствия какие-то, но только голод. Вот как вы считаете, это возможно, что дойдет до этого в мире полном изобилия нашем? Никакого изобилия в мире нет. Как? Смотрите. Не-не-не, это тебе просто кажется, это за один день все может опустошиться. Все эти большие суперы и молы, и все, что ты хочешь, все может вмиг исчезнуть. И ничего в мире нет. Даже то, что одеть. И не говоря уже о том, чтобы поесть. То есть одна маленькая паника, и все скупится, и все сразу улетит. Да. То есть вы считаете, что возможен этот вариант, да? Я считаю, что это будет. А вы считаете, что это будет? Иначе человечество не убедишь. То есть недаром, вот как я уже сказал, в Торе написано, что только голод сдвигал человечество, в принципе. Это и сейчас работает, да? Так и сказано. Любовь и голод миром правят. Так что так оно и будет. Ну, любовь я не знаю. К любви придут, но только через голод. То есть, в принципе, голод приводит к любви, правильно вы сказали? Да. А если раньше бы пришли к любви, то не было бы и голода, правильно? Это верно, но... Но невозможно. Когда в голоде поймут о том, что не голод проблема, а отсутствие любви, тогда это изменится. Ну, вот тогда скажите все-таки, как я уже говорю в тысячный раз, к чему нас голод этот в результате пододвигает? К чему, если он будет? Ну, вы говорите, будет. Чтобы мы начали серьезно осознавать проблемы жизни, вернее, проблемы свои собственные. И задать вопрос с вопросом, что же нам надо в себе изменить? Что? Для того, чтобы природа стала относиться к нам по-другому. Да. Для этого нам надо изменить свое отношение к другим. И тогда и природа будет относиться к нам по-другому. То есть, если я буду любить других, ну, участием каким-то все-таки пытаться перекрыть свой эгоизм вечно растущий, то в таком случае и природа будет относиться ко мне по-другому. Я должен показать природе, что я желаю изменения ее отношения к себе. Что я понимаю, почему она на меня давит так, да? Да. Я понимаю, и я хочу измениться, да? Да. Этого достаточно, вот этого желания? Конечно. Просьбы, я хочу измениться, достаточно. Да, 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 конечно. То есть, от нас не требуется прийти к этому, от нас требуется сказать... Ты не можешь изменить себя. Не могу. Никак. Но осознать то, что ты должен измениться, да, и осознать то, что это зависит от твоей просьбы к природе, тоже, да. Этого мы достигнем. Этого мы достигнем.